Речные пассажирские перевозки нуждаются в реформе. Об этом говорили на общественном совете при краевом Минтрансе. В частности, предлагается на некоторых маршрутах перейти на суда меньшей вместимости. Репортаж Анастасии Привецкой. За последние несколько лет пассажиропоток сократился не только на дачных маршрутах. Комсомольск-Николаевск, Хабаровск-Победа. За год количество пассажиров на этих линиях стало меньше на 20%. Люди переезжают в более крупные населенные пункты. Специалисты предложили рассмотреть возможность использования небольших судов. Данные суда будут требовать меньшего энерговооруженности, меньше расход топлива. Чтобы обеспечить ту потребность пассажиров в доставке в определенные населенные пункты, данными судами можно увеличить количество рейсов, что в свою очередь создаст удобство для пассажиров. В идеале метеоры могли бы заменить современные электронные суда. С учетом затрат на заправочные станции проект обойдется в полтора миллиарда рублей. Здесь мог бы помочь новый национальный проект, в котором будет участвовать край. Исходя из этого мы уже сможем более подробно и серьезно, в том числе и закладывать то же самое финансирование, и выступать с этими программами на федеральном уровне, получать дополнительное финансирование. Еще одна важная проблема – речной вокзал Хабаровска. Лицо краевой столицы со стороны Амура. Здание не видел ремонта уже много лет, тогда как речной вокзал – одна из важных составляющих в развитии туризма. Здание речного вокзала в Хабаровске построили в 1910 году. В 2017 план его реконструкции предложили китайские архитекторы. По правилу речной вокзал должен был занять участок около 20 тысяч квадратных метров, включая кафе, торговые центры, рестораны, гостиницы, офисные помещения, залы ожидания и даже вертолетную площадку. Однако мечты китайских архитекторов так и не сбылись. Проект был закрыт. Спустя два года хабаровские китайские архитекторы остановились на более легком варианте. Два здания в форме кораблей. Один для пригородных речных перевозок, второй для международных. Но в этот раз уже не устроили условия китайского инвестора. На реализацию всего проекта планировалось привлечение инвестиций в размере 30 миллиардов рублей. Да, конечно, на сегодняшний момент мы себе такое позволить не можем. Все предложения про развитие речных перевозок объединят в единую программу, рассчитанную на ближайшие 10 лет. Следующий этап – презентация на федеральном уровне. Анастасия Привицкая, Павел Легалин, Иван Юров, телеканал «Луберния».